Дверно подключился или мне искать какой-то другой узел? Вот у меня проблема такая, почему я спрашиваю. Вот он все время почему-то отключается, то есть проходит час где-то, наверное, и он, в общем, отваливается мою устройство от этого линка. Почему так происходит? То есть я поясню ситуацию. Если я, допустим, сделаю это все дистанционно, где-то у меня на работе будет стоять сервер удаленный, там же будет стоять радиостанция с антенной, там вот это устройство включено и ввода вывода. Не будет у меня проблем с постоянным вот этим вот отключением сервера от линка. РЦ-3Ц, я оболоченный сфер на приеме. Здесь Роман, центр, трицентр. Смотря на каком... на какой операционной системе вы будете это делать. Если на Unix, это одно. Если на Windows, я думаю, нужна будет сторонняя программа, которая постоянно проверяет соединение вас с сервером. Прием. РЦ-3Ц, я оболоченный сфер. Вот смотрите, Тони, как бы я планирую установить, конечно, сервер Windows на базе Windows XP. Вот. Ну и там больше не будет никаких программ, это будет чисто задействовано. И чисто задействовано под линк. И программу планирую применять Эхолинк, вот этот клиент. Будут у меня проблемы с ним на приеме? Ну, здесь РЦ-3Ц. Я говорю, что нужна будет сторонняя программа, для того, чтобы линк не отваливался от конференции. Все может быть. Но думаю, что понадобится треть сторонняя программа. Так называется, это называемая third-party программа. То есть клиент, Windows XP и еще одна программка для автоконнектор. Продиктуйте, пожалуйста, аббревиатурой. Например. Ой, я сейчас толка не вспомню. Есть PC User программа. Есть конференц-контроллер. Есть программа, называется AutoConnect. Все это есть на сайте холинк.ру. Прием. Да, я себе записал. В общем-то, я заходил на этот сайт, но там информация достаточно устаревшая. И даже вот себе Эхолинк для Windows скачивал совершенно с другого сайта. И версия гораздо выше идет, нежели представленная на этом сайте. Как давно он обновлялся, я не знаю. Но мне кажется, достаточно давно там, чуть ли не в 2010 годом пахнет. Может, я никуда смотрю. РЦ-3Ц, ЕОБ-8, СФН, например. Интересно. Вряд ли обновлялась в 2010 годом. Насколько понимаю, последняя версия 2.0.9.908. Она там и находится в списке программ. По-моему, более далее версии не было. Прием. Да, принято. Принято, Тони. РЦ-3Ц, ЕОБ-8, СФН. Ну вот, там, где именно заходишь, ссылку нажимаешь на программу для Эхолинка. И вот, скажем так, вершина хит-парада с пометочкой Нью возглавляет программу, которая имеет версию, по-моему, начинающуюся с единицы, потом точка, потом 8, значит, и так далее. Я уж не помню точно. То есть она актуальна, хоть и Нью стоит, да? И я ее скачал, попробовал себе установить на компьютер. Она вообще даже у меня не задышала, потому что у меня семерка стоит. А вот эта вот 2.0, которую вы назвали, я ее взял с другого места, не с сайта Эхолинка. Она у меня пошла, но все время отваливается. То есть буквально, вот, допустим, в огороде копаешься, там работает компьютер, интернет не прерывается, грубо говоря, а раз там он пишет тайм-аут, то есть как овертайм. Закончилось время, и, значит, пустой экран, никаких нету, ни линков не обозначено, ничего. То есть отвалился просто и все. Я поэтому и спрашиваю, может быть, какой-то будет другой, к другому линку нужно куда-то подключиться, нежели вот к этому, которому сейчас подключено. РЦ-3Ц, я в 8СФМ. Так, может быть, этот овертайм убрать в настройках, чтобы он вообще, то есть там есть idle, по-моему, параметр, не помню где точно, но есть параметр idle, может вообще его убрать. Да, принято. Ну, я вот какие-то настройки там не облазил в программе, вот именно вот в этой вдвойке уже, ничего такого не нашел, и пробовал и так, и так. Бывает такой там галочки нащелкаешь, что вообще не подключается, выплевывает сразу. И приходит какое-то сообщение, мол, того, там не регистрированный. Это все проходил. Просто вот начал, собственно, втыкаться, как новичок это дело. И поэтому вам, как лицо первому, этот вопрос сразу и задаю. Второй момент. Там у вас указан электронный адрес. Вы разрешите мне к вам обращаться по нему, если какие-то вопросы такого технического плана будут возникать. РЦ-3Ц, я в 8СФМ. Ну, адрес-то всегда доступен. Пишите, пожалуйста, почему бы нет. Тех деталей обсудим уже тет-а-тет. Принято. РЦ-3Ц, я в 8СФМ, то не благодарю за уделенное время, за информацию. Буду прославливать. Вам удачи. Семь три. Всего доброго. Семьдесят три. Доброго вечера. Хорошей погодки в Анапе. Эх, был я там последний раз. Дай бог памяти. В четвертом году, что ли. Ой, давненько это было. С ребятами местными тоже общался. Да и в эфире там поработал. Ладно, доброго вечера, РЦ-3Ц. РЦ-3Ц, ты где там опять катаешься? Тони, привет. Да ездил тут в Владимирскую область. Там надо было анденку отремонтировать. Слушай, мне сейчас Журавлёв написал, хочет мачту нарастить до 21 по метру, но не написал, сколько она была изначально, которую он у тебя купил. Не напомнишь? Чего? Чего? Чего он у меня купил? Он у меня ничего не покупал, это раз. Мачта моя лежит, свезённая у нас там на позиции. Я не знаю, что он хотел, честно говоря. Это, видимо, его какая-то инициатива, и я об этом не знаю. Погоди, вот он мне только что написал, что надо нарастить мачту до 21 метр, там поставить и всё прочее. Так я чего-то не понял, это у вас на позиции надо ставить, или это у него где-то? Проясни ситуацию. Ой, Ром, если бы я сам был в курсе, вот, я не так часто там бываю, вот, во-первых, во-вторых, насколько я понимаю, всё это дело на позицию. А, подожди, там, по-моему, что-то он говорил как-то по поводу антенны, и что там, мол, тебя там выцепит. Вот, вот. А, что-то конкретики я, честно говоря, сейчас и не вспомню. Ну, ладно, надо будет Макса потеребить по этому вопросу, спросить, что да как. Что-то я сам, честно говоря, не в курсе. Ну, ладно, в общем, спасибо за инфу. Хоть от тебя услышал. Хе-хе. Так, я говорю, Макса, сколько метров была у тебя? Сколько метров Макса вот эта? Я уж тоже не помню, сколько лет прошло. Ну, ты знаешь, прошло 10 лет. Сколько? Июнь или июль ты мне привозил, не помню, или в августе уже. Вот, прошло 10 лет, я ее так и не поставил. Это раз. Во-вторых, она без крепежа до сих пор. Это два. В-третьих, она 12 метров. Прием. Все, да, вот тебе мне все ясно, что надо. Хорошо. От этого и бом отталкиваться. Вот, ну, буду держать в курсе тогда. Хоть от меня будешь новость о своей позиции узнавать. РЦ-3Ц, РНП-ТМ. Ну, она не моя, в общем, в принципе, она общая как-то. Я там, как бедный компьютерщик. То там кнопку нажми, то там кнопку нажми. В общем, так и бегаем с места на место, как кузнечик. Я говорю, я сам Макса потеряблю, спрошу, что он вообще там хочет, что он вообще задумал. Не знаю, по крайней мере, у нас в рефлекторе, в котором мы все общаемся, что-то, что-то как-то давно такой инфы не было. Ну, да ладно. Все, тогда давай, шершавые дорожки. Ага, короче, вот, пришло от него смс. Есть мачта, так, это мачта Антохина, 12 метров, ее надо нарастить до 21 метра. Я за рулем считаю, просто отвлекаюсь. Поставить на нее 335, которую нужно инспектировать. Так, чего-то Антоха говорил, что чего-то не довезено. Вот, видимо, про болты. Ну, и так, ну, вот, вроде все, прием. Ой, это, в общем, надо Макса вызванивать вообще. Ладно, в общем, не эфирный разговор, мы тут сейчас опять все займем. Ладно, я свяжусь с ним тогда. Посмотрим, что-то как. что-то как-то я особо согласия это не давал. Ну, ладно, в общем, дело житейское. Понял, ладно, давай, удачи, услышимся. РЦ-3Ц, РНК, тем пока. Все, давай, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok